Привет, мои дорогие! Сегодня будет видео о пустых баночках января. Именно то, что у нас закончилось в этом месяце. Я насобирала вот такой вот большой пакет, такую косметичку. И сейчас я вам обо всем расскажу, все покажу и, соответственно, все это уберу, не буду дальше складывать. Выброшу, чтобы больше не собирать. Значит, давайте первым делом я покажу вам два вот таких средства. Это не мое, это ароматы моего мужа. Значит, уже много раз говорила, что любимый аромат, который я ему покупаю, который нравится мне, нравится ему, нравится всем нашим близким, всем окружающим. Он привлекает внимание, то есть очень такой приятный, ненавязчивый, нерезкий абсолютно, очень такой свежий и запоминающийся. Это Versace Man of Fresh. Вот это был такой пузыречек 100 мл, он закончился. До этого был уже 30 и 50, то есть уже неоднократный. И вот такой гель для душа. Обалденный аромат. Просто очень нравится. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой вот лак. Озис Плюс от Шварцкоп Профессионал. Покупала я его в Клубе Красоты. Стикер даже остался. Они обычно наклеивают свои. Вот, объем 500 мл, сильная фиксация. Говорила уже в видео про свои укладочные средства, что очень нравится мне этот лак. Он хорошо фиксирует, держит форму. То есть фиксация у него достаточно сильная. И мне он нравится. То есть с утра делаешь укладку, а до вечера она сохраняется. Но при этом волосы, конечно, вот таким образом их поправить, в принципе, невозможно. Потому что он надежно фиксирует. То есть как будто бы цементирует волосы. Мне всем это нравится. Но меня это устраивает. Вот, поэтому дальше я его покупать буду. Следующее, что закончилось из лаков, это вот такой лак. L'Oreal Professional Infineum Queen. Значит, у меня четверка. Именно этот лак фиксация. 300 мл объем. Очень мне понравилась фиксация. У него не такая жесткая, да, такая как бы стальная хватка, как у Oasis Plus. Вот. Но он все равно хорошо держит надежную укладку. При этом волосы остаются такими подвижными. Их можно поправить. Вот. Но при этом они никуда не разлетаются. То есть если вы ее фиксируете, волосы свободны. Но при этом они остаются на своем месте. Очень такой приятный лак для тех, кто не любит вот этой склеенности волос. Потому что с ним ее абсолютно нет. Но укладка тоже сохраняет свою форму, свой объем. Следующее, что закончилось. Это вот такой вот гель для душа. Rose Vital. С экстрактом, с маслом розы. Покупала его, когда ездили в Далину Rose в Болгарию. Пользовалась. Им очень нравится. Очень такой приятный розовый запах. Именно вот таких, знаете, кустовых роз. Запах такой шиповника, что ли. Но очень приятный. Никакой такой химии не отдает. Приятно. То есть умоешься, как будто бы находишься в каком-то таком розовом саду. Дальше закончился у меня вот такой вот очередной крем для рук. У меня уже как-то он был. Я показывала и рассказывала о нем. В пустых баночках декабря я такой показывала. И вот еще один закончился. Объем 200 мл от Estee Lauder. Еще раз говорю, да. Очень приятный. Он голубого цвета такого. Не очень он плотный, не такой насыщенный. Но тем не менее дает хорошее увлажнение. Хорошо питает, не оставляет ни липкой, ни жирной пленки. То есть быстро впитывается. И увлажнение я от него чувствую. То есть мне не нужно там через какое-то время обновить этот слой. Ну, в смысле нанести повторно, чтобы почувствовать увлажнение. Случайно вот я кинула сюда, не выбросила, вот такой вот гель, ой, извините, пенку для купания. Вот такую детскую от BabyLine. Последнее время используем ее только. Ребенку моему очень нравится. Никаких посторонних запахов. Пахнет ромашечкой такой. Вот, то есть никаких отдушек сильных, резких. Вот, хорошо так она пенится. Вот, и объема 500 мл хватает надолго. И мне дорого стоит. В принципе, очень хорошее. Написано, что сделано в Германии. Вот. Хорошая вещь. Следующее, что закончилось, что я сейчас вытащу из этой косметички. Ну, вот, что мне попалось, как бы, под руку, да. Это вот такая зубная паста от концерна Glorion. Последнее время пользуемся только ими. Паста Radon, то называется. Это именно ночная паста. У них такая, как бы, фишка, да, что у них утренняя паста. Одна, она пробуждающая. Вот эта вечерняя успокаивающая паста голубого цвета в виде геля. Очень приятная. Ее можно накладывать, если там десны воспалились или что-то. То есть делать такие аппликации. Очень хорошо она охлаждает и успокаивает боль. Очень нравится паста. Она хорошо освежает дыхание. И, значит, препятствует появлению какого-то налета зубного камня. То есть вот уже пользуемся на протяжении полутора лет. И таких проблем нет. А стоматолога посещать стали гораздо реже. То есть всей семьей пользуемся. И утренней, и вот этой вот вечерней. Еще у них есть отбеливающая и такая дорожный вариант. Паста для путешествий. Вот. Я так думаю, что, наверное, я сделаю на них отдельное ревью. Потому что, в принципе, для женщины улыбка тоже имеет большое значение. И поэтому пасту мы тоже должны выбирать достойную. Еще один крем для рук у меня закончился. Как-то у меня в этот раз на кремы получилось. Вот такой крем от бархатных ручек. То есть много за этот месяц. Видимо, зима. Это тоже сказывается. Руки быстро сохнут. Поэтому постоянно во всех местах я уже говорила, что у меня кремы разложены в доме. Да, на работе я им пользуюсь. Сумки с собой ношу. Вот. И вот такой вот крем от бархатных ручек. Вернее, от концерна Калина. Называется бархатные ручки. Что-то я уже заговариваюсь. Вот. У меня был вот такой вот комплексный. Крем стоил всего 29 рублей. Абсолютно недорогой. Но очень-очень такой он приятный. И пахнет приятно. И хорошо увлажняет. В общем-то, как вариант, можно купить себе еще и не заморачиваться на какие-то дорогущие, такие дорогостоящие кремы. Потому что, в принципе, питает он очень даже неплохо. Далее закончился вот такой крем для тела у меня. От Арифлэйм. Называется Эльви. Одно время пользовалась я в студенческие годы такой туалетной водой. Очень мне нравилось. Совершенно ненавязчивый. Такой приятный, нежный запах. И крем пахнет точно так же. Это парфюмированный крем для тела. Очень такой легкой текстурой. Быстро впитывается. Абсолютно нежирный. Увлажнений от него хватает. Вот. И очень приятно пахнет ароматом вот этой туалетной водички Эльви. Использовала весь. Его можно наносить на тело. Можно использовать для рук. В общем-то такой многофункциональный крем. Очень мне нравился. И баночка такая объемная. 250 грамм. Здесь 250 миллилитров. Вот. Но обычно у меня муж такие баночки после этого забирает. А я ему мою. И он забирает их в гараж. Под какие-то там свои шурупчики, гаечки. Всякие винтики. Вот. Там хранит. Сыворотка Toureround. Концентрат от Clinique. Сразу скажу, что этой сывороткой пользовалась не я. Здесь 30 миллилитров. Эта сыворотка вот такая вот. Для обновления кожи. Сейчас камера сфокусируется. Для обновления кожи. Пользовалась эта сывороткой моя мама. Я и сама ее покупала. В комплексе она использует ее вместе с маской. Из этой же серии. Вот. Что хочу сказать. Поскольку я сама все это, знаете, ей это приобретаю. Я под моим контролем, да. Периодически там ты это использовала. И это использовала. Она со мной советуется, как лучше ей распределить уход из того, что у нее есть. Да. Там что-то заканчивается. Что ей использовать. И я, раз мы рядом с ней живем. То есть я вижу ее каждый день. Вижу, как меняется состояние кожи. Поэтому я могу сказать про эту сыворотку следующее. Что значит я, во-первых, консистенция очень легкая такая. Быстро впитывается. У нее кожа склонная к жирности. Поры расширенные. Значит, и она у нее, несмотря на то, что жирная, она чувствительная. То есть на некоторые компоненты она реагирует именно покраснением. Значит, после вот этой сыворотки очень быстро впитывается. И не оставляет никакой пленки. Ей она очень понравилась. Она ее использовала на ночь. Сверху даже не наносила крем. Хватало увлажнения. И кожа после этого становилась такая гладкая на ощупь. Такая бархатная. То есть вот с применением этой сыворотки у нее пропали какие-то покраснения. То есть вот она заявлена именно как выравнивающая. Опять же в комплексе с маской из этой же серии. То есть ей она очень понравилась и подошла. Очень я сожалела о том, что она закончилась. Я ей обещала подарить еще одну сыворотку. Я еще раз повторю, очень понравилась. Лично от себя сказать ничего не могу. Но видя состояние ее кожи могу сказать, что она работает. Хотя слышала много отзывов о том, что абсолютно она бесполезна. Но ей понравилась. Поэтому спорить я не буду. Следующий закончился. У меня два вот таких вот лосьона с кислотами. Значит в этот состав сюда входит салициловая кислота. То есть здесь значит БХ кислоты. А здесь такой альфа комплекс фейс лошен от Холиленд. С альфа кислотами. Альфа и бета кислоты соответственно. Что хочу сказать. Стоит вот этот лосьон порядка тысячи с хвостиком. Объем здесь 125 мл. Вот этот с салициловой кислотой и без спиртовой лосьон стоит 48 рублей. То есть копеечный такой лосьон 100 мл. И тот и другой дает такое поверхностное отшелушивание клеток с помощью кислот. Мне понравились оба. Но особого эффекта от этого. Что вот почему он должен стоить настолько дороже. Я не поняла. Поэтому его я наверное покупать не буду. Поскольку разница очень ощутимая. Кстати говоря сюда, если я не ошибаюсь. А нет, здесь не входит салициловая. Я перепутала его. Сюда входит комплекс фруктовых экстрактов. Молочные, гликолевые, лимонные, яблочные и винные кислоты. Экстракт инжира. Экстракт персика. Экстракт мимозы. Я его применяла после того, как закончился у меня вот этот. Вот я его использовала вечером. И вот вечером вот этот. Особой разницы какой-то такой я не заметила. Поэтому второй я купила вот такой вот в аптеке. Еще один, да. Стоп проблем. Лаборатория Мишель. Наш. Российский. Супер дешевый, но очень такой эффективный. То есть очень хорошо он отшелушивает кожу. Закончился у меня вот такой скраб. Термальный скраб, термоскраб от Clinique. Форминимайзер. Скраб, скажу сразу, не для сухой, не для чувствительной кожи. Тем более не для чувствительной. Больше подойдет для комбинированной, может быть для нормальной, да. И жирной кожи. Потому что, как и вся продукция такая, уходовая, именно очищающая продукция от Clinique. Он такой ядерный. То есть он очень, очень такой сильный и, как это сказать, агрессивный. Имеет такой хороший разогревающий эффект, когда наносишь на кожу. Если есть какие-то раздражения на кожу, да, то будет очень так, эффект пощипывания, покалывания. Вот, не очень приятно. Поэтому вот именно для жирной, с расширенными порами, идеально подходит. Мама моя им тоже пользовалась. Ей он нравился. И то иногда вызывало у нее такие сильные покраснения. Поэтому не для чувствительной кожи. Лучше аналог все-таки ему. Более мягкий. Это скраб такой Dual Action, да, тоже термальный от Estee Lauder. Очень он мне нравится. И поэтому на будущее, впредь, наверное, все-таки у меня было тот и тот. Вот этот я покупала первым. Вот. И уже после него я второй сейчас использую от Estee Lauder, да, Dual Action. Вот, поэтому вот этот вот мы добили. И, скорее всего, больше я его покупать не буду, потому что все-таки он очень агрессивный продукт. Следующее покажу вам вот такое вот средство для снятия лака от Ariflame. Жидкое было, голубого цвета, не содержит ацетона. Вот. Неплохо снимал лак. Мне нравился. У меня несколько таких бутылочек было. Вот. И думаю, что в ближайшее время закажу еще. Потому что, как бы, проблем с тем, чтобы снять лак у меня не было. И очень так хорошо, неплохо и не сильно дорого. Далее. Далее закончилась вот такая вот моя сыворотка. С витамином С. Вот. Там даже несколько шариков на дне осталось. Но, к сожалению, никак я их не могу достать. Вот. Вот такая вот сыворотка от Holy Land. C The Success. Вот. 30 мл. Очень она мне понравилась. Вы знаете, что я уже приобрела вторую такую на замену ей. Она с дозатором была, да. И что самое хорошее, что вот она так вот откручивается. И остатки мне удалось выскрести. Ну, за исключением нескольких шариков. Очень хорошо питает кожу. Особенно для сухой кожи. Просто идеальный вариант. Вот. И содержит высокую концентрацию витамина С. Именно вот такого капсулированного. Который начинает активно действовать. Только когда попадает в дозатор. То есть здесь он так разрушается. Эта капсула, когда он проходит через дозатор. И уже выходит к вам такой, знаете, в размешанном в этом масле виде. И вы наносите его на свою кожу. То есть очень хорошо. Сильный антиоксидант. Борется с пигментацией. Да. С преждевременным старением. С морщинками. Хорошо увлажняет. Вот. Но нужно поискать его еще. Да. У него не очень большой срок хранения. Потому что продукт очень такой натуральный. И витамин С имеет свойство разрушаться. Да. От света, от солнечных лучей. Поэтому он недолго хранится. И держать его нужно в темноте. И разбежка цен, конечно, у него очень такая большая. От 5 тысяч. Самый большой предел, да, видел его за 5. Ну и можно найти, если напрямую где-то в Израиле заказать, то он будет где-то 2,5 стоить. То есть вот так. Следующее, что я вам покажу, это будет крем для глаз. Вот такой Рену Триф Ревиталайзинг Комфорт от Estee Lauder. Вот такая вот баночка. Она стеклянная. Очень такая тяжелая. Вот. Даже фарфоровая, что ли. Вот она такая. Вот он весь у меня закончился, как видите. Крем был очень такой насыщенной, роскошной текстурой. Хорошо увлажнял, хорошо питал. Но, что хочу сказать, наверное, впредь, пока, пока я такой второй покупать больше не буду. Почему именно? Он, можно найти крем с такими же свойствами, да, с такой же текстурой. То есть, и чуть дешевле. Потому что достаточно дорогая серия, но супер какого-то супер эффекта антиэйдж, там или что-то, чтобы он там какие-то морщинки разгладил, я не заметила. То есть, питание, увлажнение, он дает хорошее. Но есть у меня некоторые мимические морщинки, с ними он не справился, в общем-то. Вот, поэтому пока, пока второй покупать не буду. Но, вообще, моя оценка ему положительная. Следующий покажу вам. Вот такая тушь у меня закончилась. Вот планком, это классический гипноз. В черном цвете, вот с такой щеточкой. Очень удобная. Хорошо прокрашивала реснички. Объем давала хороший, да, разделяла, удлиняла. То есть, мне нравилось. Я уже даже подумываю, что со временем я обязательно куплю такую вторую. Обычно я редко повторяю, знаете, люблю пробовать что-то новое. Вот. Единственная тушь, которую я уже покупала много раз, это Yves Saint Laurent с эффектом накладных ресниц. Третий, 0,3 оттенок, синий. Знаете, уже много раз я об этом говорила. И вот сейчас я очень хочу, но не сейчас, чуть позже приобрету, потому что у меня сейчас очень много сэмплов, да, и покупала я вот новинку тоже от Lancome Hypnose. Какая-то там новинка у них была. Вот, в таком красивом флакончике я показывала. Но потом обязательно классический я все равно себе еще куплю. Потому что он мне понравился. Далее был у меня в декабрьском глэмбоксе вот такой вот наборчик продуктов от Кадали для лица. Значит, это был крем Premier Cru с виноградом, с виноградным вином, да, для лица. Вот такой вот пробничек для области вокруг глаз. И вот такая вот сыворотка. То есть вся продукция Кадали, она позиционируется как натуральная, не содержит парабенов и продуктов нефтехимии, да. Значит, пользовалась в комплексе. И хватило мне вот этой сыворотки, хватило чуть ли не на 2 недели. Вот это всего на 5 дней ежедневного использования. То есть утром и вечером я их тестировала, да. И это почти на 2 недели. Значит, крем очень хорошо впитывается вокруг глаз, да. Начнем с него. Очень хорошо увлажняет кожу. Макияж на него отлично ложится. То есть он мне, в принципе, он понравился мне, этот крем. Ну вот, что я успела за 5 дней, да, понять. Вот. Но это пока вот распознала я его текстуру. Естественно, там какие-то антивзрастные действия его, да. Понять, что не сложно за это короткое время. Но именно как он впитывается, как увлажняет, а текстура его мне очень понравилась. Сначала наносила сыворотку, после нее этот крем. Значит, сыворотка очень быстро впитывается. Очень она такая жиденькая. Легко распределяется по лицу. Консистенция даже более жидкая, чем такое молочко мы привыкли, да. Очень даже похож, знаете, на сливки. Именно натуральные такие сливки. То есть, вот, продукт именно такой пищевой. Вот, очень похожи вот по консистенции. То есть, абсолютно такие жиденькие. Быстро впитывается и не оставляет никакой липкости. И после вот накладывала вот этот крем. То есть, вообще у меня не было никакой жирности на лице, никакой пленки. В принципе, я довольна. Запах такой, знаете, вот единственный запах, как мне объяснить, не виноградом он, конечно, пахнет, а если вы возьмете, да, веточку какую-то, сломите дерево и, как бы, очистите, да, от кожуры, вот этой коры, легкой такой, ну, молодую веточку, то вот этот запах таких молодых веточек, вот этой вот коры, когда вы ее снимете, от такого сока, что ли, растений, то есть вот здесь вот присутствует. То есть, попробуйте. Ну, у меня вот такая ассоциация, да, если сорвать ветку с какого-то дерева и немножечко так ее ошкурить, то вот такой вот запах как раз вот исходит вот от таких кремов. Такую вот маску я пробовала, пробничек от Holy Land, а с маслом кукует, тут вот как-то у меня все бликует, свет падает. Вот, в общем-то маска такая, как крем-гель по консистенции. Очень приятная, как увлажняющая, просто супер маска увлажняет, успокаивает кожу, то есть все покраснения какие-то, шелушения, все это убирается. Вот, вот такой в зимнее время очень даже замечательный. Если у кого-то суперчувствительная кожа, то вот эта вот масочка просто замечательная. Маска именно из серии с маслом кукует. Вот. Ну, Коль. Пробник. Использовала Роза Королева, молочко для тела. От L'Occitane. Очень мне понравилась. Роскошный запах. Это вообще на первом месте у них. Запахи такие натуральные, такие приятные. Розочкой пахнет. Вот. Очень такая легкая консистенция молочка, именно такого лосьона. Быстро впитывается. Ну, ни пленки, ничего, ни липкости никакой. И увлажнение хорошее. Увлажнение недостаточно даже сейчас на зиму. Вот. Ну, мне хватило его вот на одно применение. Здесь 8 мл. Но очень приятно. Такие еще неприятные. Сразу скажу, пока не куплю его, потому что продукция у них достаточно дорогая. Вот. Для тела пока можно что-то и более дешевое, но не менее качественное найти. А следующее, что покажу, это вот такой вот, два таких пробника. Первое знакомство у меня было с уходовой косметикой от L'Occitane. Крем для лица и, значит, бальзам. Крем-бальзам для век. Сразу скажу, первое впечатление просто супер. То есть я нанесла, что бальзам под глазки, да. До этого я, у меня сейчас вот тоже такая вот жидкость, да, такой салициловый лосьон. Он немножечко мне так натянул кожу, немножко ее подсушил после моего, да, вечернего ухода. Я, когда нанесла, ну, под глазами у меня как бы такая проблема существует, сухости, да, поэтому мне нужно обязательно наносить какой-то крем. Быстро он впитался, такой легкий, действительно, консистенция крем-геля, все замечательно, понравилось. После этого я нанесла крем для лица, он называется даже ультрапитание. Очень такая плотная консистенция, очень плотная, ярко-белого цвета, она такого прям искристо-белого. Но впитывается просто моментально, вот, и никакого жирного блеска. Я нанесла весь пробник сразу, здесь один миллилитр, этого не сильно много. Такое ощущение приятное, все увлажнило, такой супер питательный, действительно. Вот, и думаю, ну, надо же, как здорово, все классно, то есть первое знакомство прошло замечательно. Значит, не только для тела у них продукция, но и для лица классная. Вот, и потом я решила, да, потрогать свою кожу, как она у меня себя ощущает, как. Вот, и что вы думаете, я только докоснулась пальцами, вот просто, да, и чувствую, вот, крем мой покатился, то есть он начал скатываться, я еще в одном месте, и он, значит, вот под пальцами просто вот такие силиконовые катышки. Я его попробовала и на лбу, и на носу, и везде катается. И под глазами вот этот крем-бальзам, и он тоже у меня начал скатываться. Думаю, да, вот это вот, то есть вот первый раз я с таким столкнулась, когда вот так вот крем, именно как силиконовые катышки катаются по лицу, вот, и весь крем у меня вот так вот собрался, в несколько таких катышек, и вот просто вот я его собрала, да, именно как силиконовая такая вот масса в руках, и на лице ничего не осталось. То есть мне пришлось после этого просто пойти умыться и свой основной уход от Холли Линд наложить. Вот. Делаю вывод, что вот этот крем мне абсолютно не подошел. Может быть, кому-то, да, оно на моей, кому-то подходит на моей лице, на моем коже, заговариваясь, на моем лице, на моей коже, он просто превратился в такие силиконовые катышки, скатался весь, что под глазами, что на лице. То есть я больше никогда не куплю. То есть если у меня сразу такая мысль появилась, думаю, может быть, следующий уход у меня будет от Локситан, нет. То есть это не мое. Мне очень хотелось бы узнать, может быть, кто-то из тех, кто меня смотрит, из моих подписчиков, да, пользовался когда-то уходом от Локситан или сейчас пользуется. Вы мне, и если у вас сталкивались с таким, да, напишите, пожалуйста, как реагируют ваши кожи на такие кремы. Мне было бы очень интересно. Девочки, это все пустые баночки января. То есть все, пока на данный момент ничего у меня не закончилось. Всем остальным я пользуюсь. Есть у меня что-то, да, что подходит к концу, но об этом я расскажу теперь в пустых баночках февраля. Спасибо всем за внимание. Видео получилось, наверное, длинным, потому что много я болтала, но хотелось рассказать о своих ощущениях, да, потому что все-таки, как я уже говорила, вот именно продукт, который использован до конца, да, вот что, именно после этого мы только можем сказать свое окончательное мнение о нем, либо положительное, либо отрицательное. Когда продукт весь использован до конца, здесь уже как-то вот больше веры тому, что, да, что ты почувствовал, что ты ощутил, то есть уже как-то вот складывается именно такая полноценная картина о продукте. Всем спасибо за внимание, всех люблю, целую, пока, до новых встреч!